Добрый день! Я Татьяна Сидоренкова, руководитель направления аутсорсинга бухгалтерского и налогового учета. Занимаюсь финансовым планированием, консультирую по вопросам регистрации бизнеса, по системам налогообложения, а также другим вопросам, которые связаны с бухгалтерским и налоговым учетом. Все чаще будущие бизнесмены и предприниматели задают мне вопросы. Кто же такой самозанятый? Как им стать? Какие виды деятельности для него доступны? Ответы на эти и другие вопросы в нашем сегодняшнем видеоуроке. Кто же такой самозанятый? Самозанятый – это гражданин, который является плательщиком налога на профессиональный доход. Самозанятый не имеет сотрудников и не имеет работодателя. Самозанятый работает сам на себя. Самозанятыми могут быть граждане Российской Федерации, а также некоторые иностранные граждане. Например, граждане Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана. Но важно отметить, что деятельность свою они должны вести на территории Российской Федерации. Какие же виды деятельности доступны для самозанятых? Какие услуги они могут заниматься? Давайте разберемся. Виды деятельности, доступные для самозанятых, следующие. Они могут оказывать косметические услуги на дому, могут выполнять фото и видеосъемку на заказ, могут реализовывать продукцию собственного производства, могут проводить мероприятия и праздники, оказывать юридические консультации, вести бухгалтерию, могут удаленно работать через электронные площадки, могут сдавать квартиры, как посуточно, так и на длительный срок, могут оказывать услуги по перевозке грузов, а также пассажиров, ну и оказывать ремонтные работы и строительные работы, как физическим, так и юридическим лицам. Есть несколько видов деятельности, которые прямо запрещены самозанятым. Например, самозанятый не может продавать подакцизные товары. То есть, например, самозанятый не может продавать алкоголь и бензин. Кроме этого, самозанятый не может перепродавать товары, то есть он может только реализовывать продукцию собственного производства. Ну и также самозанятый не может заниматься добычей полезных ископаемых. Давайте посмотрим пример. Игорь имеет в собственности один грузовой автомобиль и планирует помогать односельчанам и оказывать услуги по перевозке мебели из одного населенного пункта в другой. Может ли он быть самозанятым? Да, Игорь может быть самозанятым. Но вспомним определение самозанятого. То есть, самозанятый это гражданин, а также Российская Федерация, а также некоторые иностранные граждане, но они должны вести свою деятельность на территории Российской Федерации. То есть, если Игорь будет производить свою деятельность на территории Российской Федерации, то он может быть самозанятым. Еще один пример. Светлана занимается рукоделием и планирует реализовывать свою продукцию физическим и юридическим лицам. Может ли Светлана быть самозанятой? Да, Светлана может быть самозанятой. Для самозанятых нет ограничения, кому они могут оказывать услуги или реализовывать продукцию собственного производства физическим или юридическим лицам. Но есть один важный момент. С юридическими лицами самозанятые могут работать только в том случае, если их трудовые отношения с данным юридическим лицом прекращены два и более года назад. Как же зарегистрироваться в качестве самозанятого? Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, необходимо в ИФНС, налоговую инспекцию, отправить специальное уведомление. Сделать это можно разными способами. Например, уведомление можно распечатать на бумаге, подписать его и лично унести в налоговую инспекцию. Можно стать самозанятым, используя сервис Госуслуги. То есть, если вы являетесь зарегистрированным пользователем на Госуслугах, то это можно сделать через портал Госуслуг. Кроме этого, если у вас установлено какое-либо приложение банка, любого практически, то с помощью приложения в мобильном банке вы можете стать самозанятым. И, на мой взгляд, самый удобный способ – это приложение «Мой налог». Это приложение может быть установлено на смартфон или персональный компьютер и, проделав несколько простых шагов, установив данное приложение, можно зарегистрироваться в качестве самозанятого. Из документов вам может потребоваться паспорт, а также фото. То есть, если вы являетесь зарегистрированным пользователем Госуслуг, то вам потребуется только фото. Давайте вернемся к определению самозанятого. То есть, кто такой самозанятый? Самозанятый – это гражданин, который является плательщиком налога на профессиональный доход. А что же за налог такой – налог на профессиональный доход? От чего он зависит? Налог на профессиональный доход – это налог, который уплачивается самозанятым ежемесячно. От чего зависит налог? Ставка налога на профессиональный доход зависит от того, кому оказываются услуги. Если услуги оказываются физическим лицам, то ставка налога составляет 4% от дохода. Если юридическим лицам, то ставка 6% от суммы дохода. Давайте вернемся к нашим примерам в виде Игоря и Светланы и попробуем выполнить расчет налога на профессиональный доход. Игорь, который планировал быть самозанятым, зарегистрировался в качестве самозанятого. И, допустим, в течение месяца, пусть это будет май, Игорь оказал услуги пяти своим односельчанам и получил от них 10 тысяч рублей. Какова же будет сумма налога на профессиональный доход? Односельчане Игоря – все физические лица. То есть это означает, что ставка налога будет 4%. То есть 10 тысяч рублей и 4% вот этой суммы будет составлять 400 рублей. То есть налог на профессиональный доход у Игоря к уплате за май составляет 400 рублей. Светлана в нашем втором примере. Светлана также зарегистрировалась в качестве самозанятого и в течение месяца, допустим, пусть это будет снова май, она продала своих четыре изделия по 500 рублей физическим лицам, и также продала партию своих изделий агентству праздников на 10 тысяч рублей. Какая же сумма налога на профессиональный доход будет в этом случае? Давайте разберемся. Светлана продала свои изделия физическим лицам на какую сумму? То есть 4 изделия по 500 рублей. Светлана продала на 2 тысячи рублей. То есть налог на профессиональный доход с этой суммы физических лиц будет составлять, то есть 2 тысячи умножить на 4 процента – это 80 рублей. Но у Светланы есть еще и услуги и продажи юридическому лицу на 10 тысяч рублей. То есть 10 тысяч рублей умножаем на 6 процентов – это 600 рублей. Таким образом, общий налог на профессиональный доход за май у Светланы будет 600 плюс 80, то есть 680 рублей. Какие же еще особенности и преимущества есть у самозанятых, которые следует отметить? Давайте приведем небольшое сравнение самозанятого и индивидуального предпринимателя. Обязательные платежи в бюджет. Самозанятый не должен ничего платить. То есть в отличие от индивидуального предпринимателя. То есть у самозанятого нет никаких обязательных платежей в бюджет, у индивидуального предпринимателя они есть. То есть они могут отличаться в зависимости от того, какой текущий год. То есть на 2021 год они составляют чуть более 40 тысяч рублей. У самозанятого, если нет дохода, то и нет налога, то есть уплачивать он ничего не обязан. А у индивидуального предпринимателя нет дохода, но обязательные платежи в бюджет он платить обязан. Отчеты и декларации. Самозанятому не требуется сдавать никаких отчетов и деклараций, в отличие от индивидуального предпринимателя. То есть у индивидуального предпринимателя есть обязанность сформировать отчеты и сдавать декларации. У самозанятого такой обязанности нет. Касса. Самозанятый не обязан и не должен приобретать кассовый аппарат, в отличие от индивидуального предпринимателя. Допустим, если это индивидуальный предприниматель, который продает товары, у него есть сотрудники, у него есть обязанность приобретать и использовать кассовый аппарат. Таким образом, самозанятый не тратится на покупку оборудования и установку, в отличие от индивидуального предпринимателя. Но есть одна особенность, которую следует отметить. Это годовой доход самозанятого. Он ограничен и составляет 2 миллиона 400 рублей в год. Если самозанятый превышает сумму годового дохода, то он самозанятым быть уже не может. То есть ему необходимо выбрать другую форму. Индивидуальный предприниматель, открыть ООО, но только не самозанятый. Если вы решили стать самозанятым, то регистрируйтесь и ведите бизнес. На этом наш видео урок завершен. Желаю вам успехов в ваших делах и начинаниях.